Я изучал эту тему, у меня был один друг, который писал диссертацию по длительному голоданию. И вывод был такой, что чаще всего длительное голодание приводит к чрезмерной чувствительности психики. И люди, которые занимаются длительным голоданием, они потом, к сожалению, становятся психически неустойчивыми. Это факт, что длительное голодание может очистить организм, не факт, что все вылечит. Не факт. А сколько длительное голодание? Ну, как бы он изучал голодание больше трех дней. От трех там до десяти. Веды говорят, самое лучшее голодание – это однодневное голодание. И лучше всего голодать в определенные дни, которые уже Бог дал. Допустим, в понедельник человек голодает для того, чтобы более теплые отношения были в семье, близкие отношения с людьми. Не хватает близости с людьми – голодай в понедельник. Если ты гневливый или обидчивый – голодай во вторник. Если ты не можешь общаться в обществе – гармоничное отношение устанавливать. Голодай в среду. Если ты не можешь верить ни во что – голодай в четверг. Если у тебя нет счастья в жизни – голодай в пятницу. Если ты болен тяжелой болезнью, если ты в тюрьме, если ты чувствуешь, что жизнь дала трещину, и у тебя кто-то умер там, и тебе тяжело – голодай в субботу. А если у тебя нет нормального положения в обществе, ты безответственный и ведешь асоциальную жизнь, голодай в воскресенье. Есть особые дни, когда человек может избавиться от демонического влияния. Тогда человек должен голодать на одиннадцатый день восходящей, на одиннадцатый день нисходящей луны. Эти дни называются икадаши. Это описано в ведах. Эти дни человек избавляется от злых влияний, темных сил. Силам света себя отдает, голодая в эти дни. Два раза в месяц. Голодая на религиозные праздники, человек получает особую милость Бога. Например, там Христос воскрес и голодаем весь день. Получаем милость Бога, да? Есть разные виды голодания. Один вид голодания человек насухо голодает. Этот вид голодания предназначен для повышения духовной силы. Сухой пост дает человеку духовную силу. Дальше. Пост на воде дает здоровье. Человек постится и воду пьет. Вымывает шлаки, дает здоровье. Пост на овощах сырых, сырые соки овощные человек пьет. Он очищает свой организм от шлаков. Вернее, каналы прочищает в организме. Тонкие каналы. Прочищает. Восстанавливает долголетие. Восстанавливает долголетие. Увеличивает долголетие пост на овощах, на сырых. И дает силы жить. Побеждать болезни. Пост на ягодах восстанавливает обмен веществ. Пост на фруктах дает оптимизм человеку. Дает ему радость в жизни. Тонус повышается. Пост на зерновых продуктах дает человеку способность трудиться. Силу к труду увеличивает. Склонность к труду. Но зерновые пищи поститься особым образом надо. То есть надо очень долго жевать зерна, чтобы на них поститься. Надо очень долго их жевать, чтобы они превращались в... Даже не в кашу, а просто растворялись во рту. Их так надо есть. Если ты постишься на зерновых, ты можешь столько их съесть, сколько ты будешь вот так есть. Пост на зерне. Дальше. Пост на молоке дает человеку возможность избавиться от бесплодия. Пост на молоке также избавляет от таких чрезмерных каких-то черт характера тяжелых. Но пост на молоке можно совершать только, если человек духовно силен. Потому что иначе этот пост может нанести вред здоровью. Иногда хорошо пост на молоке совершать, если пить молоко разбавленным. Там один к трём с водой, допустим. Пост на коровьей моче очищает организм от токсинов и шлаков. Надо пить коровью мочу тоже разбавленным один к пяти где-то с водой, с тёплой. Пост на водке приближает человека к аду, к чертям. Некоторые на дне водки живут, это называется запой. Тоже пост. Он даже не закусывает. Где-то человеку в возрасте хотя бы раз в год нужно проходить очистительные мероприятия для того, чтобы очиститься от шлаков. Называется панчакарма в Айурведе. Это мероприятие, которое проводится под наблюдением врача. И иногда врач советует длительный пост также. Но он сам решит, что тебе нужно. Или клизмы, или пост, или пиявки. Он сам выберет для очищения. Но если человек сам по своей воле постится по 5-7 дней, он может угробить своё здоровье. Потому что это уже медицинское мероприятие. Это не то, что мы сами можем делать. Если вы уже так делаете и чувствуете, делайте. Это значит, Бог вам подсказал. Но это является исключением. Так некоторые люди могут есть только сырую пищу в жизни. И вообще больше ничего не есть. Это индивидуальная вещь. Один из 50 человек может только одной сырой пищей питаться. Все остальные могут этим разрушить своё здоровье. Также один из 50 человек может поститься насухо. Или, допустим, с водой длительный пост делать. И это ему поможет здоровье. Но они все так могут делать. Бог иногда подскажет индивидуально человеку, что ему надо делать. Значит, это ваше. Но если сейчас вот все здесь попробуют, все вместе вот так попробуют пять дней попаститься, вот все вместе, то будет много трупов просто. Это всё индивидуально.